Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Номер 912. События дня. Колоссинам 3.23. И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Знаешь, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Руссик. За 15 июня 2018 года. О, Игнатий Тихонович, как же вы были правы, что нужно вставать рано утром в 4.40 на молитву, так как утром рано хорошо работают мозги, более свободно, и анализ своих действий совершенно другой, нежели вечером или утром. Поэтому нужно непрестанно бодрствовать, чтобы не впасть в сети духов злобу поднебесной. «Люблю вас сильно, обнял, пока ум не охвачен сомнениями, смятениями дня». Поэтому посвящаются утренние часы исследования слова Божия и молитвы. Евгений Торопко. Выяснение позиций по отношению деятельности женщины в церкви в поповском старообрядчестве. Вопрос пятый. Насколько нам известно, в работе от священных соборов РПСЦ, то есть Русско-Православная Старообрядческая Церковь, равноправное участие принимают женщины, являющиеся делегатами церковных общин. Женщины участвуют в обсуждении вероисповедальных и церковно-канонических вопросов и в принятии решений по ним. Если эта информация верна, то просим вас разъяснить нам, чем оправдывается данная практика. Такой вопрос. Ответ. С нашей точки зрения, несмотря на высокое положение женщины в христианской семье, ей запрещено заниматься публичным церковным учительством, как пишет об этом святой апостол Павел. «Жене же учите, не повелеваю, не владите над мужем». Первая Тимофея, зачало 282. Очевидно, что если святой апостол Павел запретил жене властвовать над своим собственным мужем, то еще более неприлично ей простирать власть в церкви на посторонних для нее мужей, особенно в решении церковно-канонических вопросов. Блаженнейший Федор Вальсамон в толковании на 70-е правила Шестого Вселенского Собора пишет так. «Ввиду сего определения, не говори, что им запрещено говорить во время литургии, а во время других церковных собраний можно разговаривать беспрепятственно, ибо и тогда они должны молчать». Кажется, что в то время некоторые женщины, объясняя чтение Божественных Писаний, брались говорить в церкви много и давать ответы на вопросы, что, по мнению отцов, не свойственно женщинам, а потому и запрещено. Но наедине, спрашивают разумнейшие женщины о каких-нибудь душеполезных предметах, не ново. В Русской Древле Православной Церкви, согласно утвержденному Архиерейским Соборам 2007 года, положению о порядке подготовки, формировании и проведении Священного Собора Русской Древле Православной Церкви, «Женщины могут участвовать в заседаниях Собора исключительно в случаях рассмотрения их персональной жалобы или вопроса, а также по рассуждению и приглашению Собора в качестве консультантов по специфическим вопросам, например, касающимся светского законодательства, и только в рамках обсуждения данных вопросов». 2, 2, 9. Ответ. Богодухновенные святые отцы высоко оценивали место и роль, и достоинство женщин в церкви. Вот лишь два примера того. Святой Климент Александрийский. Женщина обладает тем же духовным достоинством, что и мужчина. Существа, обладающие одной жизнью через благодать и спасение, призваны к одному образу бытия. Святой Григорий Низкий. Женщина есть образ Божий, как и мужчина, оба пола равноценны. Более того, разве способен мужчина соперничать с женщиной, решительно направляющей его жизнь? Вполне согласно с этими возвышенными словами, уже в раннем старообрядчестве ряд женщин-христианок проявили себя истинными защитниками православия, иногда более сильными духовно, чем многие из мужчин. Даже столь великий ревенитель древнего благочестия, как святой священномученик и исповедник Портопопа в вакуум, в минуты колебаний искал поддержки у своей супруги Анастасии Марковны, произнесшей в ответ знаменитая «Добрый Петрович, и на еще по бредем». Далее читайте сами, не могу. «Добрый Петрович, и на еще по бредем». «Добрый Петрович, и на еще по бредем». Вот такой вопрос. События дня, имеется в виду прошедшего, я зачитываю в 16-м, а 15-е. Трое мы на Рыжковском, в Северном пруду. Трое – Володя, я и Марина Христенко. Работа очень большая, трудная, землю брать невозможно. Корни камыша проходят вглубь больше двух метров. Их не перерубишь, даже лопатой не перерубишь, они как жилый лен называемый. И вот бились, 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 и кое-как там пробили все-таки, хотя бы верхний слой земли снять. А это надо, ну, ширина 2 метра, если даже на метр глубину, и длиной 20 метров. 40 кубометров земли надо перерубить и выбросить, вырезать. 40, так там больше еще дальше идет. Может быть. Это большая работа. Большая, трудная, я не могу даже подняться. Колени не сгибаются, сильно поврежденные. Силы нет, мошкара, задыхаемся, сетка не снимается. Ну вот, все-таки начало положили. Сегодня суббота, за шараший день даю отчет. Кое-что спрятали инструмент. Сейчас думаем опять поехать до обеда сегодня. Что-то успеть сделать. Не хватило сена для самонения. Самоно делать там пазухи. Для стока воды. Как бы новый шлюз сделаем на этом. Вынесли на место, где ненасыпной грунт. Думаю, что это поможет весной удержать воду. Озеро до того прекрасное получилось. Большое. В несколько раз увеличилось. Никак не могу достать драглайн-экскаватор. Кто бы знал, да помог. Драглайн. У него трос. Он на тросе забрасывает большой щитник-кубометр. Ну сколько-то полкубометра. Ковш. И разворачивает, высыпает дальше. Ну вот такой найти бы. Недаром. Мы все договоримся. Бульдозер работал. Вот за доставку 20 тысяч. И по полторы тысячи за час работы. Ну вот. Никого нет. У одного мужика, говорит, было таких, он накупил. А никого нет. Он их порезал на металлолом. Вот какое дело-то. Дальше никак не можем. Опять кто-то зашел. Это я смотрю. Валерий Лопатенко. Он вошел и спрашивает. Мир вам, Игнатий Тихонович. Кавычка. Ты сиди, а дам тогда и глаголу. Прямо сладости рая. Руками бия лице и глаголыша. Милостивый, помилуй меня падшего. Вспоминает наша церковь плащ Адама. Перед постом в неделю изгнания Адама из рая. А где в Писании найти доказательства покаяния Адама в закрытых врат рая? Я отвечаю предположительно лишь. И на какие стихи в Библии опираться? Я отвечаю. Бытие. Вся глава третья. Он мне отвечает. Как раз читаю толкование отцов на бытие. Третья глава. Вот как сошлось. Вот такое дело. Никакого другого нет. Ну и так понятно. Все потерял. И как мы делаем? Ну и отсюда и делается вывод. Отбил себе кость. Что я наделал? Что я потерял? Это только все было безопасность. А теперь? Ну вот так. Ниоткуда, конечно, такого нету слов. Живой-то человек может так. Показатель нашего ресурса. Вот. Мой мир. Я очень люблю. Переносить ничего сюда уже не могу здесь. Ленточный. Православный форум. 1600 тем. И очень большой канал, видеоканал православный, видеоканал открытым оком во свете Библии. Ну вот так. Посмотреть, как тут заходят. Еще непонятно. Только что выставил. 13 роликов потеряевские пошли. И вот этот большой во свете Библии православный библейский сайт. Тут все сказано. Вопросы, ответы. Вот 4124 ответа по темам. 55 тем. Вот такое дело. Погода не позволяет расслабляться. Сегодня тоже дождик обещают. Никак. Ну, может быть, как-то спроборимся мы. Просим помолитесь, чтобы нам не расслабнуть совсем. Тяжелая работа. Носить землю. Ну, Богу слава за то, что есть она работа.